Здравствуйте! С вами Швейный Солейник. Наше сегодняшнее видео опять о карманах. На нашем канале много видео посвященных обработке карманов, но нам попался еще один интересный вариант обработки карманов с отрезной пачкой. И мы хотим с вами им поделиться. Смотрим! С Шири мы заказали вот такую модную вещичку, шорт и комбинезон. Это была работа по готовым лекалам. И очень нам понравилась технология обработки вот этого джинсового кармана. Мы ее еще немного усовершенствовали и хотим с вами поделиться. Вот посмотрите, карман с лица. Все аккуратненько сделано. Этот же карман с изнанки. Здесь отсутствуют оберлочные строчки. Низ кармана обработан бельевым швом. Это дает дополнительную прочность и аккуратный вид. И сейчас мы расскажем, как мы делали этот карман. Подготовили детали кроя. На основной детали нанесена линия входа в карман. Верхняя мешковина. Точно у нас соответствует контур основной детали. Нижняя мешковина. Для нее еще выкроена деталь подзора. Если мы наложим основную деталь шортиков на подзор, то здесь можно увидеть, что подзор заходит за линию кармана на 2,5-4 см. Это делается для того, чтобы в процессе носки у нас мешковина не выворачивалась. И последняя деталь – это нижняя мешковина, собственно, на которую подзор-то у нас мы шиваться и будет. Для того, чтобы упростить обработку, мешковины мы будем кроить единой деталью. Для этого обратите внимание, что вот этот срез сделан у нас прямым. Мы соединяем нижнюю мешковину и верхнюю мешковину. Будем кроить их единой деталью. И долевая нить будет проходить вдоль вот этого их среза. Чтобы они не рассыпались, подклеим их кусочком скотча. И вот таким образом будем кроить. Детали раскроили. Вот это вот у нас основная деталь. Припуски на швы везде 1 см. Плюс еще мы отметили границы полосок. Для того, чтобы совместить полоску на основной детали и на подзоре. Вот она деталь подзора. Здесь по вот этому скругленному нижнему срезу припуск оставлять не нужно. По боковому и верхнему срезу припуски 1 см. И тоже здесь есть метки совмещения по полосочкам, чтобы у нас детали по рисунку идеально совпали. И вот она деталь мешковины. Здесь по всем срезам оставлены припуски в 1 см. Теперь будем собирать карман. На подзоре и на основной детали полосочки мы совместили. Вот это подзор, вот это основная деталь. А это значит, что в готовом изделии у нас получится дорогой аккуратный вид. Полосочки будут совпадать. Сначала обработаем скругленный срез подзора на верлоке. Специальной клеевой полоской, которая имеет косое направление стабилизирующих нитей, мы проклеиваем вход в карман. За счет того, что стабилизирующая полоска имеет косое направление нитей, она прекрасно выложилась по форме входа в карман. Цельнокраенную мешковину мы укладываем изнанкой на лицо детали, фиксируем булавками и обтачиваем вход в карман. Ширина шва 1 см. Здесь не торопимся, следим, чтобы строчка проходила ровно в сантиметре от края. В этом вам поможет разметка на игольной пластине. Обтачали вход в карман. По скруглениям делаем рассечки. И идем на утюг, для того, чтобы переутюжить мешковину наизнанку. Аккуратно по участкам заутюживаем мешковину наизнанку. И теперь мы проложим закрепляющую строчку, прихватывая мешковину и припуски. Перестрачиваем припуски на мешковину. Строчка идет на 0,2. По пути все выправляем, чтобы не было заломов и защипов. Мешковину перегнули наизнанку и на вторую часть мешковины будем нашивать подзор. На подзоре строчку прокладываем по оверлаку. Настрочили подзор на мешковину. Если вам нужна отделочная строчка по входу в карман, то делаем ее именно на этом этапе. Впоследствии уже не подлезть. Я проложу на ширину лапки, просто для того, чтобы показать. Проложена отделочная строчка. Вот так будет выглядеть карман в готовом виде. И сейчас нам нужно обработать бельевым швом вот этот вот нижний срез кармана. А для этого мы его складываем первоначально лицо к лицу. Вот таким образом. Скалываем булавками и будем стачивать на 0,5 от края. Прокладываем строчку на 0,5 от края. Проложена строчка на 0,5 от края. Выворачиваем детали. Выправляем уголочек. И идем на утюг, чтобы аккуратненько этот шов у нас выглядел в готовом изделии. Утюжить мы будем вот на такой колодке. Сначала шов разутюжим, а потом приутюжим две детали вместе. На колодке, конечно, работать очень удобно. Можно аккуратно выправить каждый участок шва. И теперь на плоскости приутюживаем две детали вместе. Вторую строчку по этому же срезу будем прокладывать тоже на 0,5 от края. Вот такая проложена строчка. Вот так выглядит нижний шов кармана с лица. И вот так он выглядит с изнанки. Никакие лохматушки не торчат. Шов прочный. Можно быть уверенным на 200%, что этот карман не прохудится. Теперь нам нужно окончательно закрепить карман по боковому шву и по верхнему шву. Для того, чтобы стабилизировать эту деталь для стачивания с другими деталями. И по верхнему срезу. Вот такой красивый кармашек получился. Обратите внимание, все полосочки совмещены. Ровная, красивая отделочная строчка. Этот карман выглядит красивым не только с лица, но и с изнанки. Смотрите, какая замечательная изнанка. Шовчики закрыты, ниточки никакие не торчат. Все чисто и аккуратно. Уберем стабилизирующие булавочки. И посмотрим, как он выглядит у нас. И вот так вот выглядит этот карманчик изнутри. Обработка кармана закончена. Желаем вам ровных строчек, красивых карманов и идеальных изделий. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok